Выживает не сильнейший, а тот, кто работает сообща. Примерно такого правила придерживаются члены сельскохозяйственных и потребительских кооперативов. Ульяновскую область по праву можно считать одним из регионов лидеров по количеству создаваемых кооперативов. Это больше 17 тысяч пайщиков, полсотни предприятий, магазины, торговые ряды, столовые и кафе. Мы за этот год создали 10 новых кооперативов при плане 5 лидерных метельхозов России, а вообще за последние 3 года у нас создано 32 новых кооператива. Это говорит о том, что вот эта форма организации производства и вся та поддержка, которая инициирована в федеральный бюджет из областного идет, она нужна людям. В Брыше, к примеру, постоянно действующая небольшая ярмарка – дело рук местных кооператоров. Для жителей представлен широкий выбор мясных и молочных изделий, фруктов и овощей. Продукт натуральный. О хорошей работе барышских кооператоров отзываются и в региональном метельхозе. На профильном совещании с участием губернатора памятными грамотами были награждены лучшие работники кооперации. По сути, нам с вами удалось создать уникальную систему, которая эффективно работает и помогает нам с вами обеспечить продовольственную безопасность в регионе, которая позволяет нам сдерживать рост цен на продовольственные товары, которая позволяет нам достаточно серьезно поддерживать наших сельхозтоваропроизводителей. Благодаря принятию в 2016 году регионального закона по поддержке кооперации, десятки организаций смогли получить денежные субсидии. С каждым годом возможности для распределения полученных средств растет. Например, грантом можно воспользоваться на укрепление материально-технической базы, строительство теплицы мини-ферм, приобретение поголовья. Методы поддержки будут расширяться. Мы выводим новый стандарт мобильных заготовительных пунктов. Это касается заготовительной деятельности. Одновременно эти же мобильные заготовительные пункты, то есть это автомашины с определенным имиджевым, новым имиджевым подходом, технологичным подходом, они модифицируются также в автолавке, они будут оснащены новым компьютерным оборудованием, они будут полностью интернизированы, они будут способны выполнять операции по оплате на месте. В профильном министерстве надеются, количество кооперативов увеличится и в следующем году. Для помощи потенциальным пайщикам даже созданы два центра компетенции. Один работает на базе Аграрного университета, второй – на базе Техникума экономики и права. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, Новости Ульяновской правды.